Ну что, уже посмотрели новый трейлер Мстителей? Очень эпичный и красивый трейлер, который сразу попал в тренды. Я фанат Мстителей, и еще фанат полезных фраз английского, которые всегда наполняют разные трейлеры и фильмы. Поэтому мы заточили свои ножницы, или как говорится, КДА... А нет, это с другого канала. Мы в English Show собрали для вас лучшие фразы трейлера Мстители... Финал. I fought my way to pull off, start over, do our best, move on. Эти и другие крутые фразы вы выучите всего за пять минут. Поэтому устраивайтесь поудобнее, и будем учить новые слова со Мстителями. Ну что, поехали? Полностью переводить это не буду, вы все равно все видели на русском языке. А вот фраза Fought my way довольно интересная. Дословно означает пробиться, выбраться с боем или сражаться, чтобы выйти. Само слово Fought это прошедшее от Fight, бой, драка. Но здесь фразовый глагол Fought my way. В фильме «Исчезнувшее» Эмми говорит... I fought my way back to you. I fought my way back to you. Я сражалась, чтобы вернуться к тебе. В жизни вы можете говорить эту фразу, когда вы приложили колоссальные усилия, чтобы чего-то достичь. I fought my way. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. Дальше Тони говорит фразу. To pull off. Чтобы провернуть. Слово pull переводится как вытащить, тащить или тянуть. А pull off – провернуть. Ну а если добавить to, получается, чтобы провернуть. Или in order to. Для того, чтобы. In order to pull it off. Для того, чтобы провернуть это дело. Итак, to pull off, чтобы провернуть. To pull off the true crime of this century. Pull off the true crime of this century. Чтобы провернуть настоящее преступление века. You ask me to pull off a miracle. You ask me to pull off a miracle. Ты просишь меня сделать чудо, или ты просишь меня провернуть невозможное. А следующая фраза полностью скопирована из фильма «Капитан Америка». Очень классная фраза, которую Пегги Картер сказала перед своей смертью Кэпу. Start over – начать сначала. Can we start over? Can we start over? Start over? Can we start over? Может, начнем все заново? А, например, фраза «do your best» говорится практически в каждом фильме. But you do your best. Do your best. Do your best. Do your best. Песни и вообще везде. Означает старайся, делай все возможное. Слово «our» можно заменить на любое другое местоимение. Do my best. Do your best. You must see I'm doing my best to sort this out. Вы должны видеть, я делаю все возможное, чтобы разобраться с этим. И еще есть абсолютно похожая фраза. Try my best. Означает стараться изо всех сил. I try my best not to judge anybody. Я изо всех сил стараюсь никого не осуждать. Hey, I'm trying my best here. Эй, да я стараюсь изо всех сил вообще-то. Хватит смеяться. Смотрим дальше. I keep telling everybody they should move on. Говорит Стив. То есть я продолжаю всем говорить, что им следует жить дальше. Move on – это жить дальше. Но это еще не все. Еще эта фраза переводится «двигаться вперед», «продолжать», «поторопиться», «уехать», «ехать», «выдвигаться», «жить дальше». Жить дальше? Ты только что сказал жить дальше. Запомните ее. Очень распространенная фраза среди носителей языка. Looking, learning, moving on. Смотрим, учимся, двигаемся дальше. Хм, какая классная отстойная песня. Окей, moving on. Окей, moving on. Окей, погнали дальше. That's normal. Moving on. That's normal. Moving on. Это нормально. Идем дальше. Итак, move on – жить дальше или двигаться вперед. Только вперед. Дальше мы слышим слова Наташи. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room. Очень интересная фраза. We owe this. Вообще, to owe – это быть в долгу. Обязан или должен. We owe this. Мы этим обязаны или мы обязаны это сделать? Наташа говорит. We owe this. To everyone who's not in this room. Мы обязаны сделать это каждому, кого нет в этой комнате. Их друзья погибли, и они обязаны попробовать все исправить. В жизни вы можете спросить. What do I owe you? Сколько я вам должен? Это, например, когда кто-то вам помог, и теперь вы чувствуете себя должником. Хотите чем-то отплатить. Или, знаете, мы порой говорим. Чем это мы заслужили такую честь, что ты пришел к нам? В английском это звучит. To what do we owe this honor? To what do we owe this honor? Ну, или фраза, которая нам всем не нравится. We owe them money. Мы должны им денег. Итак, we owe – мы должны или обязаны. Это с нами на связи был один из преподавателей онлайн-школы English Show. На уроках вы узнаете еще много нового, так что проходите по ссылке в описании и оставляйте заявку на первый бесплатный урок. Можете заранее подготовить интересующие вас вопросы и спросить их у преподавателя. Мы советуем своим ученикам смотреть фильмы в оригинале и на уроках помогаем разобраться в иностранной речи. У вас осталось полтора месяца до выхода Мстителей и на онлайн-занятиях по скайпу вы можете подготовить себя к просмотру этого фильма в оригинале. Так что проходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на первый бесплатный урок. Погнали дальше. Итак, ребята, что вы готовы отдать, чтобы победить Таноса? Whatever it takes. Я не понял, чё? Whatever it takes. Whatever it... что? Whatever it takes. Чё? Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes, yeah. Whatever it takes. Whatever it takes. I like this one. Короче, whatever it takes. Чего бы это ни стоило? I must do whatever it takes to finish this video. Я должен сделать все, что потребуется, чтобы закончить это видео. А вы – do whatever it takes, чтобы поставить лайк и подписаться на канал, потому что грядет годный контент. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также оставляйте заявку для бесплатного урока. С вами были English Show. Пока. Пока. Пока.